Здравствуйте друзья, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Несмотря на мои каникулы, у меня есть крайне важная информация для всех людей, которые собираются ехать в США или которые уже приехали. Речь идет о разрешении на работу. В настоящий момент формально сохранились правила о том, что после того, как вы, к примеру, подаете на беженство, то в течение 180 дней вы получаете разрешение на работу. Однако в реальности ситуация немножко ухудшилась. Из-за большого потока желающих приехать в Америку на ПМЖ, офис USCIS и Homeland Security не справляются с количеством заявок на обработку, на разрешение на работу и эти самые сроки откладываются. То есть даже если вы вовремя и даже заранее начинаете подавать или самостоятельно или через адвоката формы на разрешение на работу, в реальности разрешение на работу вы получите только через 10-11 месяцев. Такова реальность. Ситуация поменялась буквально фактически в течение прошлого года. То есть люди, которые подавали на разрешение на работу полтора-два года назад, еще плюс-минус укладывались вот в эти 180 дней. Сейчас вот на примере тех людей, которые приехали в Омаху и подавали заявку на разрешение на работу, им пришлось ждать в реальности порядка 10-10 с половиной месяцев. Только после этого они получили разрешение на работу. Информация, считаю крайне важной, критически важной, потому что вы можете теперь планировать свой бюджет более точно, сколько вам времени необходимо будет продержаться до того момента, пока вы сможете легально работать на территории США. Отдельно я сниму видео по процедурной части, как собственно говоря подается это разрешение на работу. Ничего сложного в этом нет, заполняется всего лишь одна форма. Прикладывается чек на оплату государственного сбора и этот конвертик отправляется по указанному адресу, в зависимости от того, к какому офису прикреплен ваш регион. Обычно, если люди подают на беженство через адвокатскую фирму, фирма предлагает первое разрешение на работу бесплатно. Но это касается конкретно вот той фирмы, с которой я сотрудничаю, вполне вероятно, что может быть другие фирмы за это берут дополнительные деньги. Тем не менее, за второго года, второй, третий год вам придется за заполнение вот этой формы на разрешение на работу заплатить приблизительно от 120 до 200 долларов, в зависимости от жадности юридической фирмы. Та фирма, с которой я сотрудничаю, берет за вот такую процедуру заполнения, подачи заявку на семью, то есть на мужа, на жену, 150 долларов. По большому счету ничего сложного нету, поэтому могу дать только рекомендацию. Когда вам оформляют первое разрешение на работу, вам необходимо попросить в том месте, где вам заполняют эту форму, сделать копию вашей вот этой формы заявки на разрешение на работу, с тем, чтобы по образу и подобию в точности скопировать ее, и на следующий год эту форму заполнить самостоятельно. Ничего сложного нету, можно на сайте USCIS найти образцы этой формы, заполнить в онлайн, распечатать. Нужно всего лишь приложить чек об оплате государственной пошлины на каждого человека, такой чек делается индивидуально, и отправить в ваш региональный офис. Непосредственно по процедуре заполнения вот этих форм я еще, как повторю, еще раз скажу, сниму видео отдельно. Сейчас же просто речь идет о том, что информация, что выдача разрешений, к сожалению, сейчас долго оформляется, то есть 10 с половиной месяцев. Надеюсь, моя информация вам будет полезна. Хорошего всем дня и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok